Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала Банковский. Наша сегодняшняя такая насущная проблема, да очень многих интересующая, дадут ли кредит маме в декрете и как вообще его можно взять. Есть два развития событий, есть мамы в декрете, которые ушли в декрет неофициально, соответственно с зарплаты, с работы они не получают, а получают выплаты из соцзащиты, либо же работали вообще неофициально, то выплаты из соцзащиты идут минимальные. А если вы работали официально и официально ушли в декрет, то здесь конечно намного проще, потому что вы официально трудоустроены, вы числитесь за работодателя, а вы можете взять справку о доходах, потому что выплаты до полутора лет указываются в справке о доходах. И соответственно при получении кредита у вас есть возможность предоставить справку о доходах, тем самым увеличивая свою возможность получения кредита. Другой момент, если вы получаете выплаты до полутора лет из соцзащиты, там выплаты идут минимальные и соответственно вы нигде не работаете, так как вы находитесь в декрете, то взять кредит будет немножечко сложнее. Но сложнее будет в каком плане, если это, к примеру, будет у вас первый кредит, либо же сумма будет больше 300 тысяч рублей, где нужно подтверждать ваш доход с правкой 2 НДФЛ. В этом случае тогда банк скорее всего вам откажет. Если вы хотите взять небольшую сумму, плюс у вас до этого были кредиты, у вас хорошая кредитная история, то банк может рассмотреть вас просто как ответственного платежеспособного клиента и одобрить вам кредит независимо от того, что вы находитесь в декрете. Также есть момент еще, если вы, допустим, находитесь в декрете еще там, но работаете где-то неофициально, к примеру, у вас есть какой-то дополнительный заработок, то это вам дает большую вероятность того, что вы сможете взять кредит, потому что у вас будет хоть какое-то подтверждение вашего дохода. Поэтому если вернуться к вопросу самой темы, как взять кредит маме в декрете, то что вам нужно сделать? Вам нужно иметь возможность подтверждения вашего дохода при оформлении кредита на сумму более 300 тысяч рублей. Если у вас была кредитная история и она хорошая, это тоже большая вероятность того, что вам одобрят. Также вероятность одобрения больше, если вы будете брать какую-то небольшую покупку в кредит. Пусть это будут деньги там, либо кредитная карта, либо же какой-то товар в кредит. Или если при получении какой-то большую сумму вы предоставите что-то в залог в банк, то также у вас будет больше вероятности одобрения кредита. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх. Обязательно подписывайтесь на канал. И всем до новых встреч. Пока-пока!